Шаббат шалом, шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. О Давину Хай, О Давину Хай, наш Отец живой, Бог и наш Отец. Амилуя, Бог. О Давину, О Давину, О Давину Хай. Приветствую всех, братья и сестры, шаббат шалом. Субботний мир. Благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа из Киева, с парка Киота. Всех вас приветствую. Сегодня у нас прекрасный субботний день. Прохладный, или как в Сибири говорят, свежо. Сегодня 23 марта у нас, 2019 года, по гражданскому исчислению лет и времен. А по библейскому исчислению сегодня 16 число месяца Адара. Радостного месяца исповления, пуринного нашего, радостного месяца нашего спасения, которое мы празднуем на протяжении всего этого месяца. Ну, конечно, и в сам праздник библейский, святой праздник, который вот только вчера завершился. Позавчера и вчера праздновали праздник Пурим. Праздник Пурим. Книга Исфирь посвящена этому праздниству. Удивительно, конечно. Да, цена книга Библии. Одна из 66 книг священных писаний нашего, священного писания Библии и святой. Божьего Слова посвящена этому празднику. Удивительный праздник. Для всех евреев, неевреев, для всех иудеев, для всех христиан, евангельских, мыслящих, библейских, верующих, верующих. Для всех, одним словом, кто Библию чтит Божьим Словом, и, соответственно, книгу Исфирь, также как часть Библии воспринимает Божьи послания любви Божьей, воли Божьего Слова, то, конечно, праздник Пурима – это особенный святой праздник. Хотя, к сожалению, в христианстве этот праздник, как и многие другие библейские праздники, и, как бы, обычаи забыты для многих, к сожалению. Но в последние десятилетия все больше и больше такого мы наблюдаем. Чего? Возвращение к библейским основам, корням веры, традиции. Удивительно, конечно. Вот, время, шутка ли, время Великой Реформации. Время Великой Реформации. Восстановление, покаяние, исправление Церкви. Спасибо Богу за всем. Спасибо Тебе, Господи, спасибо. За верность и отцовскую любовь. Аллилуйя. За то, что Ты единственного Сына. Пролил за нас святую праведную кровь. Аллилуйя. За жизнь, за спасенье, за любовь. Благодарю Тебя, Отец мой Всевышний. За спасенье. Спасибо, спасибо. Молюсь сегодня этим таким прохладным субботним утром. После трансляции, я в 6 утра включился по, значит, уже расписанию своему, в трансляцию. Вышел, значит, на Ютубе, на своем канале Ютуба. Вот, и после трансляции вот вышел прогуляться здесь по парку, парку Киото, помолиться. Хорошее место очень, мне нравится здесь молиться, мне нравится этот парк. Вот, и я уже Киото люблю. Японию через этот парк, потому что здесь прогуливаясь, молюсь за Киото, столицу Японии, культурную такую древнюю столицу Японии. Молюсь за саму Японию, страну восходящего солнца. Господь, благослови эти острова японские, благослови Господь. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кисю. На этих островах и меньших, малых островах, в стране восходящего солнца пусть прославится имя Господа Иисуса Христа. Благослови эти острова, большие и малые страны восходящего солнца. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кисю. Эти острова пусть познают великую силу Божью. Дух Святой сейчас, вдохни Господь Божий. Пройдись по этим островам. Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кисю. Благословляю эти четыре острова и другие, малые острова страны восходящего солнца. Японский народ благословляю. Во имя Иисуса Христа. Кстати, в Израиле, в Иерусалиме, на праздники народов, на Суккот, на марш наций, марш народов, большие делегации японцев бывают из Японии. Удивительно, конечно. Самураи славят Господа Ишуа Машиаха Иисуса Христа. Благоставляют Израиль, благоставляют столицу возрожденного еврейского государства, город Иерусалим. Это удивительно. Да, и я сам не был ни разу еще, к сожалению, на празднествах таких. Я в Израиле-то был давно, уже один раз был, давно это был как турист был. Но, конечно, мечтаю на праздниках побывать, на весенних или осенних, а еще лучше и так, и так. Да и зимний тоже праздник. Хотелось бы посетить Хануку как-то. Ханука, Ханука. Вот это обновление пережить, да, праздничное. И хотя сам не бываю на праздниках в Израиле, но и не было еще, но слава Богу за интернет, слава Богу за всемирную сеть. Для кого-то, для неверующих, для глупых людей все не на пользу, к сожалению. Да, и для многих это паутина, такая сатанинская паутина, в которую люди просто души попали, как бы не могут выпутаться из греха. И нечестивый еще делать нечестие. Вот. И век интернета это местописание из Библии, пророчества. Оно становится действительно не просто таким выражением образным, а действительно, на самом деле, реально в разы увеличивается все это способности человека и грешить. И, значит, с другой стороны, и освящаться. Святой освящается еще, праведа творит правду еще. Век интернета действительно это все исполняется. Я верю, что это прощество, прощество было не о нашей эпохе, а о эпохе интернета, когда Господь дал нам жить в такое время уникальное, век информатики, век интернета. Спасибо Господь за интернет, спасибо Господь за век информатики, век, когда ты святым детям своим даешь возможность еще освящаться. Невероятно просто, многократно просто освящаться, праведным творить правду еще. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот. И сегодня благоставляю Бога с будущего. Молюсь, паки-паки, за Японию, за японский народ благоставляю. Молюсь за Израиль, за Иерусалаем, благоставляю Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, город Иерусалим, благоставляю. Шаббат-шалом, Иерусалаем, шаббат-шалом, жители Иерусалима. Если вы из Иерусалима живете там, то я вам хорошей белой завистью завидую. Вот. И дай Бог нам всем, да, такую участь жить во Святом Граде. Хотя, ну да, многие живут территориально, телом живут в Иерусалиме, но сердцем далеко от Иерусалима, очень далеко. Ну, а многие живут далеко от Иерусалима территориально, телесно, да, как бы, но сердцем там, в Иерусалиме. Вот я один из таких вот граждан мира, которые живут далеко от Иерусалима, и в Иерусалиме лишь раз бывал там на экскурсии. Но скажу, что сердце мое бьется там, в Иерусалиме. Кусочек меня там постоянно, это потрясающе. Шалом, шалом, Иерусалай. Шаббат-шалом, Иерусалай. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалу, шалом, Иерусалай. Шалом, шалом, Иерусалим. Да, сегодня время такого наслаждения Сегодня время погружения в Господа Я очень Богу благодарен за это Аллинуйя Сегодня, да, я приготовил здесь У меня есть Вообще Сегодня утром на трансляции Кто подключался Те знают, кто не подключался То в записи посмотрите, пожалуйста Сегодняшнее, утрешнее Вот эту трансляцию И, в общем-то, место из Писания Это из Якова Якова, послание Якова 1, 17, по-моему, 17 стих Да, там, где говорится, что, значит У Бога нет тени перемен даже Что всякое даяние благое и дар совершенный Сходит от Отца Света Свыше от Отца Света У Которого нет изменений Ни тени перемены Даже тени перемены нет у Бога нашего Он тот же и сегодня тот же И вчера, и сегодня, и вовеки тот же Я очень Господу благодарен за это Аллинуя Да, слава Богу Вот здесь спортсмены Да, молодец вот какой-то здесь товарищ бегает Смотрю Тоже хорошо Внутренняя пробежка Давно не бегал уже Уже много-много-много лет Надо бы как-то тоже начать бегать здесь Хорошее место, кстати, да, в парке Для пробежек Аллинуя Ну, телесные упражнения мало полезны Хотя Не написано, что они полезны Не полезны Но Не так полезны, как Учить Тору, господа Учить Тору на все полезно Слово Божие учить полезно Я буду читать сейчас из Беритха Даша Из Нового Договора Из Нового Завета Учим Тору Учим Тору Учим Тору Читаем Евангелие, господа Братья и сестры Вот эти слова Я рассуждаю все над ними В последние дни И всю неделю эту Я преподавал До самого шабата Я даже на шабат опоздал чуть-чуть Ну, как опоздал Я не опоздал На сам шабат Но с приготовлениями опоздал С приготовлениями Я приехал уже поздно уже Вот уже к вечеру уже Это уже И прям уже Бегом-бегом Все, значит, там Все побросал в сковородку Чтобы покушать Приготовить себе это Как называется Короче Что-то приготовил Жена часто говорит Что порчу продукты Ну, ничего Вроде как съедобно Но самое главное Не это Самое главное, конечно Не угощенницы Самое главное Это действительно С Господом Провести время Настроить свое сердце Ну, а сердце настроено Прекрасно Сердце настроено Действительно На это На эту волну Сейчас здесь Я не знаю Снимает Вроде снимает Да Я не такой специалист Просто Учусь Учусь этим съемкам Хотя Уже Да Слава Богу Место из писания Которое я Вот так вот Беру Для размышления Тоже в эти дни И всю неделю Свидетельствую Много студентам Это из Евангелия От Иоанна 11.25 Те стихи Те слова Прекрасные Которые Прозвучали в мою жизнь В 2003 году В котором я живу Уже Ну да Уже 16 лет Живу этими словами Я есмь воскресенье И жизнь Верующий в меня Если умрет Оживет И знаете Завтра Буду В одной из Дружественных церквей В гостях У нас здесь в Киеве Нашей церкви Тоже будет служение Меня там Не будет Но будут наши священники Они будут вести Собрание Служение Возможно уже Благочинный наш Будет уже Как раз Значит Да Значит На служение Вот Отец Максим Отец Виктор С Черкасской области С Среднегородки Приедет Один словом Братья проведут служение Там священники Наши А я буду в гостях На Рыбальском острове Или как полуострове Или как правец Как не знаю Вот значит Там В Доме культуры Буду проводить служение Там Церковь проводит служение Я буду как гость Там Проповедовать Хочу Поздравить людей Спеть им Сказать слово Такое буримное слово Знаете ли Месяца Адар Будем так говорить Благостовенное слово И вот как раз Назвал Воскресение и жизнь Это слово Я Воскресение и жизнь Я Есмь Воскресение и жизнь Верующий в меня Если умрет Оживет Вот это место Из писания Я взял Сделал таким Как раз Кульминационным Вообще Последних 16 лет Я Большей частью Больше половины Времени Вот Размышлений Над словом Божьим Вот Адресую Как раз К этому Фрагменту К этому Отрывку И в общем-то Для меня Это Рема Откровение Божьего слова Которым я живу Которое В моей жизни Играет Плавенствующую роль Вообще Без которого Я просто Не представляю Своего служения Если бы Не это слово То Я бы уже Не нес бы Уже 16 лет назад Я бы уже Отказался бы От этого служения И не нес бы Больше Это служение Потому что Ну Даже дело Не в опасности И в трудности Это тоже Немаловажно Конечно Но дело в том Что По-человечески Трудно Нести служение Когда Ты Вот На 100% Не веришь В благополучный Исход Вот Предприятия Знаете ли Мои размышления Были такие Что Ну Невозможно Сейчас Здесь Местописание Ладно Вот Короче Здесь Местописание Сейчас Что он Есть Воскресение Жизнь Открылась Мне Как именно Божья Воля Скажу так О воскресении Встань спящий Помните Местописание Сейчас Я не помню Сейчас точно Текст Где это находится В послании К ефесянам Да Да Встань спящий Воскресни Из мертвых И осветит Тебя Христос И вот Вот это Местописание Как раз Тоже Думаю Оно Раскрывает Вот Это послание Воскресение Послание жизни Послание любви Божьей Что он хочет Воскресить Церковь Свою Народ свой И Умерший Погибший Вот И хочет Оживить Оживить И чтобы мы И воскресли И жили им Проснулись Спящие И воскресли Веркли Спящие души Пробудились Пережили пробуждение Вот почему В протестантской Лере Допустим Очень много Говорится О пробуждении Да Буховного Вот Это очень актуальная Тема А значит В православном Мире Говорить о пробуждении Но Безболезно Футболиски За редчайшим Воскресением Чаще всего Мы говорим В православии О воскресении О воскресении О силе воскресения И как Лазаря Господь воскресил Да Значит Вот И Бог Воскресит церковь Воскресит те ветви Христианства Которые Отломлены Отломлены Засохли Может уже Мертвы уже Он воскресит Которые спят Которые Заснули Пробудет Слава Господу Я Есть им Воскресение И жизнь Верующие В Меня Если умрет Оживет Аллинуя Вот Дамы и господа Братья и сестры Это Евангелие Тана 11.25 Вот И Завтра Хочу тоже И свидетельствовать И Из истории Христианства Примеры Привезти Хочу Такие Очень важные Вот Формат И время Одного Служения Конечно Это Малое Время То есть Надо Все Коротко И сжато Говорить Но С другой Стороны Бог Наш Есть Бог Времени Он Создатель Времени И Временное Измерение Это Такая Вещь Которая Только Лишь Для Неверующих Кажется Чем-то Постоянным На самом деле Время Может И сокращаться Время Может И Сжиматься И Наоборот Растягиваться Вот И Время Даже Может Останавливаться И Это Потрясающе Вот И Однажды Время Закончится Неверующие Люди Думают Что Время Оно Было Всегда И От начала И до конца И вообще Оно Вечно Время На самом деле Мы знаем Что Время Но Измерение Тоже Закончится Однажды Что Времени Больше Не Будет Однажды Вот Так Что Вот Нам Верующим Дана Действительно В слове Божьем В молитве Такая Подсказка О времени Вот И Слава Богу За все Слава Господу За все Вот Этот Шаббат Я Наслаждаюсь Подгружаюсь В Господа Вот И Размышляю Об этом месте Из Писания Вот Об этих местах Из Писания Названных Сегодня Выше Это Из Якова И Послание Якова И Соборного И Значит И Из Ивангелия Размышляю И Настраиваюсь Я готовлюсь К завтрашнему Служению Аллилуйя Спасибо Богу За все Вас всех Благоставляю Спасибо Всем огромное Вот За ваше Тоже Участие В моем Служении Господу Вот Благоставляю Всех вас Это очень Ценно Очень важно Вот еще Спортсмен Держит Молодец Молодцы Ребята Смотрю Если Тренируются Пусть Бог благословит их Аллилуйя Да И Благоставляю Всех Кто И финансово Участвует В моем Служении Не забывайте С территории России Можно пополнять Мобильные номера И Карточка Сбербанка Указана Вот А с территории Украины Там номера Тоже Мобильные Указаны И карточка Тоже Банковская Указана Украинская Открытая Одним из моих Помощников Здесь Служители Наших Священников Отец Максим Открывал Эту карточку Да Так что Специально Для моего Служения Здесь В Украине Так что Даже если у вас Если вы не в Украине Не в России Допустим У вас есть знакомые Родственники Здесь Друзья Которые хотели бы Принять участие В моем служении То Посильнее То тогда Значит Дайте им Перепишите Отошлите им В рассылку свою Включите Одним словом Вот эти Мобильные номера И И там же По российскому Одному из российских Номеров Которые я Вот имею Для вот Пополнения Тоже Да Участие В моем служении Вот На него же Зарегистрирован И вайбер И ватсап Люди пишут мне И молитвенные нужды Пишут Спасибо всем огромное За свидетельства Вот Я Перечитываю Наслаждаюсь Вот именно Силой Божьей Свидетельством силы Божьей Вот И молюсь Молюсь За людей Молюсь За тех О ком Есть просьба Молиться Вот Спасибо тебе Господь Благостави Божий Всемогущий Божий Всех И Слушателей Зрителей Всех Кто Подписчиков Канала Этого На ютубе В социальных сетях На фейсбуке В социальных сетях Моих друзей Благостави Господь Во имя Иисуса Христа Все кто Финансово Участвует В моем служении Тебе Божье Благостави Во имя Иисуса Христа Благостави Господь Киев Благостави Украину Пусть здесь На берегах Днепра Славится Имя Господа Иисуса Непрестанно Аллилуйя Как фемиям Поднимается Молитва К небесам С этой земли Прежнее время Умолило Эту землю Были десятилетия Атеистической пропаганды И зловоние Безбожие Поднимало С этой земли Но ныне Время Свободы И время Благовестия Время когда Слово Божье Провозглашается Здесь в Украине В Киеве Небывалой силой С небывалой силой Верновения Спасибо тебе Господь За молитвы Звучащие С этой земли К тебе Господь Возносящиеся Благодарю тебя Аликуя Благослови Господь Аминь Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благословляю всех вас С Киева С парка Киота Божьей милостью Архиепископ Сергей Шрублев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем вам Благодаря Света Умножится Аллилуйя Аминь Шаббат Шалум Шаббат Шалум Шаббат 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 Шалум Вот хочу Чтобы вы тоже Паран Посмотрели Эту красоту Мороз и солнце Ну не мороз А довольно прохладно Но солнечно Очень красиво Здесь Сосна Прекрасная Молюсь тоже Мастерской Художественной Мастерской Духа Святаго Аллилуйя